Мое имя Андрей Шульгин. Я инженер. Более 20 лет я занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей. Это легковые и коммерческие автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, автомобили работающие на газу и биотопливе. По мере приобретения опыта, я постепенно учился правильно выбирать диагностический прибор, который в каждом конкретном случае позволял наиболее просто и быстро обнаруживать неисправность. В одних случаях достаточно было просто мультиметра, в других требовался диагностический сканер, в третьих приходилось воспользоваться стендом для проверки топливных форсунок или еще каким-то оборудованием. Со временем перечень моего оборудования только увеличился. Иногда я даже использовался методом диагностики стоимостью в 1 доллар. Этот метод позволяет узнать, все ли цилиндры двигателя работают одинаково, но не позволяет узнать, какой именно цилиндр сбоит. И несмотря на то, что данный метод не очень надежен, им пользуется и делает это потому, что неисправность, приводящая к неодинаковой работе цилиндров, так называемое троение двигателя, встречается очень часто, а метод прост и доступен даже владельцу автомобиля. На СТО в таких случаях подключают диагностический сканер и считывают коды ошибок с памяти блока управления двигателем. Ошибки P0301, P0312 прямо указывают на номер цилиндра, работающий с пропусками воспламенения. Например, P0301 расшифровывается сканером как пропуск и воспламенение в цилиндре 1, а P0302 – пропуски воспламенения в цилиндре 2. Но часто блок управления не может определить номер неисправного цилиндра и записывает код ошибки P0300 – множественные пропуски воспламенения. Даже если сканер и укажет на номер неисправного цилиндра, он не предоставит никакой информации о причинах этого, и это могут быть неисправности в таких системах, как система зажигания, топливная система, механика двигателя. Некоторые дилерские сканеры могут отображать ускорение коленвала от работы каждого из цилиндров. По этим данным видно, какой именно цилиндр в данный момент времени работает хуже. В таком случае можно по очереди переставлять в другие цилиндры свечи зажигания, катушки зажигания, топливные форсунки и при этом наблюдать за изменениями в показаниях сканера. Как только сканер покажет, что неисправность переместилась в другой цилиндр, причина неисправности будет обнаружена. Неисправным элементом будет считаться тот, который последним был перемещен в тот цилиндр, который теперь стал работать плохо. Данный метод подходит для поиска только тех неисправностей, которые вызывают перебои в работе двигателя на холостом ходу. Если же пропуски воспламенения на холостом ходу не возникают, а проявляют себя только во время разгона двигателя, то в таком случае показания сканера уже будут недостоверными и определить неисправный цилиндр этим методом не получится. Ничего не получится также и в тех случаях, если пропуски воспламенения возникают более чем в одном цилиндре, да еще и на разных режимах работы двигателя. Данная функция доступна далеко не каждому сканеру и не на каждом автомобиле. Несмотря на наличие разнообразного оборудования и опыта работы с ним, я все равно нередко сталкивался с затруднениями, возникавшими в процессе диагностики. Часто бывали случаи, когда даже потратив немало времени на диагностику, я не мог без частичной или полной разборки двигателя однозначно определить, в какой именно системе находилась неисправность – в системе впрыска топлива, в системе зажигания или в механике двигателя. Ведь чем нестабильнее проявление неисправности, тем сложнее и затратнее ее поиски. К тому времени я уже хорошо усвоил, что очень важным фактором для успешной работы станции технического обслуживания является умение диагноста точно и быстро обнаружить причину неисправности. В противном случае из-за ошибки диагноста могли быть заменены вполне исправные детали, что никак не улучшало работу двигателя. В конце концов убытки из-за неправильно поставленного диагноза приходилось нести моей станции техобслуживания и тогда я задумался об идее создания новых надежных методов диагностики, которые позволяли бы тестировать все системы двигателя одновременно. При этом для меня был важен фактор времени для анализа и точность измерений. И к 2008 году мне это удалось, я разработал методику, которую назвал тест CSS. Данный тест позволяет просто и быстро выявлять цилиндры, работающие с пропусками воспламенения и указывать на область происхождения неисправности. Он позволяет без разборки двигателя и его систем получить следующую информацию. Сравнить динамическую компрессию в цилиндрах двигателя. Проверить исправность системы зажигания не только в целом, но и в привязке к конкретному номеру цилиндра. Проверить работу топливных форсунок. Проверить работу подсистемы опережения зажигания. Выявить дефекты задающего зубчатого диска. Оценить уровень сигнала датчика положения коленчатого вала. В качестве входного сигнала используется сигнал ДПКВ проверяемого автомобиля. Этот сигнал содержит в себе очень подробную информацию о характере вращения коленчатого вала двигателя. Это вращение возникает и изменяется в результате воздействия толчков от вспышек топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. А как раз характер этих толчков меня интересовал больше всего. В результате достаточно сложных математических расчетов я сумел математически проанализировать сигнал ДПКВ и получить из него информацию о силе и времени толчков от вспышек в цилиндрах и предоставить эту информацию в удобном для восприятия виде. Дополнительно к сигналу ДПКВ потребовалось выполнять запись сигнала синхронизации с моментом воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре 1. Этот сигнал указывает на моменты времени, когда поршень цилиндра 1 находится вблизи верхней мертвой точки и позволяет отличить толчки, производимые одним цилиндром, от толчков, производимых другими цилиндрами. Разработку алгоритма теста с CSS я ввел на базе мотор-тестера USB AutoScope. Скрипт был встроен в программное обеспечение всех модификаций прибора USB AutoScope. Сейчас я пользуюсь последней модификацией этого прибора. Дальнейшие мои рекомендации будут касаться именно USB AutoScope 4. На практически любом двигателе в качестве источника сигнала о мгновенной частоте вращения двигателя должен быть записан сигнал именно ДПКВ. В качестве сигнала синхронизации с моментом воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре 1 на бензиновом двигателе используется импульс зажигания первого цилиндра. Следует отметить, что на бензиновых и дизельных двигателях в случае затрудненного доступа к цилиндру 1 можно использовать сигнал синхронизации с любым другим цилиндром, но при этом дополнительно к порядку работы цилиндров потребуется указывать номер цилиндра синхронизации. Изначально мне приходилось каждый раз вручную настраивать все параметры перед каждым измерением. Нередко результат получался не самым лучшим, по той причине, что из-за недостаточной внимательности во время настройки прибора какой-то из параметров был установлен неоптимально. В таком случае приходилось запускать прибор снова, настраивать на этот раз его правильно и выполнять тест повторно, а это уже требовало дополнительных затрат времени. Для того, чтобы исключить возникновение ошибок при настройке прибора, перед проведением измерений оптимальные параметры для работы были сохранены и встроены в меню режимы программы USB AutoScope. На данный момент предустановлено три таких режима – CSS, CSS4 канала и CSS Diesel. Все они объединены в одну группу и доступны через меню режимы CSS. Для проведения стандартного теста CSS на бензиновом двигателе предназначен режим CSS. Для проведения стандартного теста CSS на дизельном двигателе предназначен режим CSS Diesel. Режим CSS4 канала предназначен для проведения расширенного тестирования системы управления двигателем с задействованием дополнительных каналов мотор-тестера и возможностей алгоритма, но эту возможность мы рассмотрим в другой раз. А сейчас на практическом примере рассмотрим порядок проведения теста. Черный емкостный датчик устанавливаем на высоковольтный провод первого цилиндра. Осциллографический щуп необходим для снятия сигнала датчика коленчатого вала. Черный крокодил питающего кабеля подсоединяем к массе кузова автомобиля. Подключение черного крокодила к клемме минус аккумулятора не рекомендуется из-за наличия на этой клемме большого уровня электромагнитных помех. Красный крокодил кабеля питания подключаем к клемме плюс аккумуляторной батареи автомобиля. Открываем программу USB осциллоскоп и включаем режим CSS. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу. В окне программы включаем запись данных и через пару секунд поднимаем обороты двигателя до 3000. Закрываем дроссельную заслонку и ждем холостого хода. После чего резко полностью открываем дроссель. По достижению 3000 оборотов двигателя выключаем зажигание. При этом дроссельная заслонка должна оставаться открытой до полной остановки двигателя. Выключаем запись осциллограммы. Проведем анализ записанных осциллограмм. Для этого в окне программы USB AutoScope выбираем пункт «Выполнить скрипт». В результате получаем несколько вкладок отчета. Вкладка «Репорт» – текстовая. Здесь отображается формула задающего зубчатого венца 60-2 и количество зубьев от пропуска до VMT-15. Вкладка «Эффективность» показывает эффективность работы каждого из цилиндров на различных этапах измерения. Вкладка «Опережение» показывает относительное опережение зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки. Вкладка «Зубчатый диск» отображает параметры зубчатого колеса и датчика коленчатого вала. Вернемся к вкладке «Эффективность». Здесь видно, что компрессия во всех цилиндрах одинаковая, система зажигания работает исправно, с топливоподачей проблем также нет. Рассмотрим отдельно работу каждого из цилиндров. Видно, что все цилиндры двигателя на всех этапах измерения работали одинаково. Рассмотрим отдельно работу каждого из цилиндров.